В Новомосколе назвали победителей традиционного муниципального конкурса «Человек-года». Молодые лидеры и спортсмены, наставники и патриоты. Всего экспертная комиссия определила 15 лучших. Татьяна Куликова познакомилась с лауреатами. Людмила Бригаденко соединяет в своей работе современные технологии и традиционные промыслы. Она директор местного центра искусств и ремесел. Молодой лидер, а теперь и «Человек-года» в номинации «Молодежная политика». Это еще одно подтверждение ее успеха. В минувшем году она стала лауреатом областной премии «Молодость Белгородчины». Я желаю всем молодым людям верить всегда в себя и знать, что их видят. То, что сейчас молодежи интересно больше всего. Это технологии. Мы совмещаем какие-то компьютерные технологии, 3D-моделирование. И плюс при этом изучают традиционные промыслы. То есть я считаю, что это прям будущее креативных индустрий. Номинации за активную гражданскую позицию у лауреатами стали родители Героя России, погибшего в ходе СВО Александра Ананичева, Михаил и Татьяна Ананичевы. Потерявшие сына, они стали буквально родителями для всего подразделения, где он был командиром. Активную общественную и патриотическую деятельность супруги продолжают вести и в Новом Осколе. Мы встречаем, провожаем, женам стараемся помочь, и деткам. То есть мы что можем, чем можем. Сын наш уже теперь ничем не поможет. Единственное, что все мальчишки говорят, в трудную секунду мы чувствуем его поддержку. То есть мы чувствуем, даже при взрыве снарядов, он всегда нас укутывает и оберегает. Мы сыном гордимся. Сын был замечательный. Захотел он стать защитником настоящей Родины, он им стал. Понадобилось отдать свою жизнь, он ее отдал. Мы знали, что наш сын все равно врага сюда не допустит. В округе делают ставку на работу с детьми и молодежью, потому в списке номинаций, также открытие года, спорт, памятный знак утвердили, как свидетельство общественного признания заслуг новоскольцев 7 лет назад. Культура, образование, производство в разных сферах есть кем гордиться. И только общие усилия каждого жителя ведут муниципалитет к высоким показателям. Наш бюджет этого года приблизился к 3 миллиардам рублей. Это исторический максимум. И все это только лишь благодаря усилиям всех новоскольцев. Инициативных, активных, трудолюбивых. С теплыми словами поздравления от лица губернатора к лауреатам обратилась заместитель по внутренней политике Ольга Медведева. В Белгородской области 22 муниципалитета. И каждый муниципалитет гордится чем-то своим. Вы гордитесь людьми. Людьми, которые созидают. Людьми, которые воспитывают. Людьми, которые лечат, учат. А именно эти люди. Водность Коволоскола. Это вводность Белгородщины. Татьяна Гулькова, Александр Кветко. Такой день на мире Белогорье.